В эфире городские новости в студии Надежды Русяевой. В ближайшее время мы расскажем о том, что произошло или только произойдет в Саранске. Долгожданное выходное в Мордовии 31 декабря объявлен нерабочим днем. Профилактические рейды соблюдают для жителей города масочно-перчаточный режим. Теплое Рождество в Саранске проводится благотворительная акция. 31 декабря в Мордовии объявлен выходным днем. Такое распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовии Артем Сдунов. Для госслужащих суббота 26 декабря будет сокращенным днем, следовательно, выходной переносится на 31 декабря. Жители города в социальных сетях активно делятся своим мнением относительно данной новости. Очень даже неплохо. А почему только госслужащие 31-го будут отдыхать, а остальные? Зато у многих не госслужащих появится возможность 26-го сделать свои дела, касающиеся госслужащих, не отпрашивая с работы. Кто бы что ни говорил, как бы не было, но 31-го при любых условиях лучше выходной. Отметим, что руководителям всех госорганов, республики, органов местного самоуправления, а также организаций, которые находятся на территории Мордовии, рекомендуется организовать рабочее время сотрудников, аналогично предусмотрев выходной 31 декабря. Для руководителей структурных подразделений, ответственных за жизнеобеспечение города, этот день, так же как и новогодние каникулы, будут рабочими. Об этом сказал глава города Петр Тултаев, мэр Саранска, также подчеркнул, что все службы в период каникул должны качественно выполнять свои обязанности при необходимости оперативно реагировать на заявки жителей. Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе все еще находится на достаточно серьезном уровне. В связи с этим в Саранске регулярно проводятся рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и объектах торговли. О результатах проверок на оперативном совещании главе города Петру Тултаеву рассказали руководители профильных структурных подразделений. Всего за прошедшую неделю было проверено 384 единицы общественного транспорта, на месте нарушителями устранено 146 замечаний и составлено 9 протоколов. Проверили и такси, по итогу вынесено 14 замечаний, составлено 2 протокола. Те рейды, которые мы проводим на общественном транспорте, в магазинах, кафе, в других местах, надо продолжать. Абсолютное большинство с пониманием люди относятся, но тем не менее есть и немало случаев, когда люди просто нарушают элементарные правила. Когда рядом люди стоят все в масках, а это без маски и без перчаток, тем более в магазине или на рынке, это просто недопустимо. Абсолютно. Также глава города напомнил, что все новогодние мероприятия в Саранске пройдут при строгом соблюдении профилактических мер. Я и к горожанам обращаюсь, и ко всем людям, которые приезжают в город, воздержаться от приема гостей, от приглашения гостей, и самим все-таки воздержаться от желания пойти в гости. Пусть этот Новый год по-настоящему действительно станет семейным праздником. Чтобы защитить себя и своих близких, необходимо соблюдать простые правила, которые же стали частью нашей повседневной жизни. Носить маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и при первых признаках болезни обращаться к врачу. Данные меры необходимы, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация с заболевшими в республике пока не радует. По сводкам оперативного штаба, на 14 декабря выявлено 88 случаев заражения COVID-19. Из них 43 в Саранске. Среди новых больных 28 человек старше 60 лет. 77 человек выписаны с выздоровлением. Новогодние праздники, хотя и пройдут без массовых мероприятий, однако жители города смогут посетить катки. С 1 декабря по 9 адресам в Саранске уже работают ледовые катки. Также они открыты и на территории общеобразовательных школ. В ближайшие дни должна быть завершена заливка катков в юбилейном и в Луховке до конца недели на площади тысячелетия. Кроме этого, в праздничной программе предусмотрены различные мероприятия, открытия елок. В Саранске стартует благотворительная акция «Теплое Рождество». В 12-й раз ее проводит Союз православной молодежи Мордовии. Чтобы Рождество получилось действительно теплым для людей, нуждающихся в помощи, для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, волонтеры собирают зимние вещи. Они не обязательно должны быть новыми, главное чистыми и в хорошем состоянии. Я думаю, что для наших горожан это замечательная возможность принять участие в такой акции и подарить радость, подарить тепло своего сердца, согреть как-то своей доброй душой ближних. Поэтому и прихожане, и горожане, они очень хорошо относятся к этому и очень много обычно несут вещей. Можно также приносить, я забыла об этом сказать, можно также приносить средства личной гигиены, то есть зубные пасты, шампуни разные, гели для душа. Собранную одежду активисты передадут в День Рождества Христова. 7 января добровольцы отправятся в Дом ночного пребывания. Вместе с теплыми вещами привезут горячий ужин. Теплую одежду можно принести в Успенский храм у Пушкинского парка до 6 января включительно. Он открыт каждый день с 7 утра до 7 вечера. Принимают помощи на гуманитарном складе по средам и субботам. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в ряде регионов России введены дополнительные ограничения для пожилых людей. Например, в Мордовии работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше продлили больничные до 25 декабря. Им по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции. Из-за этого многие решили отказаться от запланированных поездок на поезде. В связи с этим РЖД вводит новые правила. Теперь пассажиры старше 65 лет до конца декабря смогут сдать невозвратные билеты. Чтобы вернуть билет, достаточно позвонить по телефону Единого информационного сервисного центра РЖД 8 800 775 0000. Денежные средства можно будет получить уже в кассе железнодорожного вокзала. Пришло время узнать прогноз погоды на завтра. Субтитры подогнал «Симон»